Здравствуйте, дорогие друзья! В своих письмах вы часто задаете много вопросов и просите показать вам упражнения, которые помогли бы вам избавиться от боли в области поясницы, в ногах и так далее. Все эти проблемы возникают в связи с непропорциональным развитием ваших мышц, а непропорциональность в развитии мышц возникает в связи с отсутствием регулярных упражнений. При выполнении наших повседневных движений, таких как, скажем, ходьба и другие движения, которые в быту нам необходимы, одни мышцы, как правило, получают большую нагрузку, другие мышцы практически бездействуют в течение долгого времени. В результате те мышцы, которые получают наибольшую нагрузку, становятся тугими, неэластичными, укорачиваются, а бездействующие мышцы растягиваются, слабеют. Таким образом, этот дисбаланс, неравномерность в развитии мышц и создают различные отклонения в состоянии вашего опорно-двигательного аппарата. Для того, чтобы избавиться от этих проблем, нужно делать очень несложные упражнения. Для тех мышц, которые получают силовую нагрузку и становятся жесткими, неэластичными, прежде всего рекомендуется упражнение на растягивание. А те мышцы, которые ослабляются и бездействуют в нашей повседневной жизни, должны получить, напротив, силовую нагрузку. Таким образом, вот такие вот упражнения и помогут вам восстановить равномерность в развитии мышц. Упражнение нам поможет показывать Екатерина Анатольевна Максимова. Начнем с ног. Во время ходьбы наибольшая нагрузка приходится на икроножные мышцы. При этом мышцы передней поверхности голени оказываются значительно более слабыми, потому что нагрузки для них в этом случае не хватает. Особенно усиливается воздействие на икроножную мышцу, если вы носите обувь на высоком каблуке. Поэтому, когда вы резко переходите с высокого каблука на обувь с плоской подошвой, у вас может возникнуть боль в мышцах передней поверхности голени. Это происходит потому, что ослабленные мышцы получают непривычную для себя нагрузку. Для того, чтобы устранить это неравномерное развитие мышц голени, мы должны икроножные мышцы, которые более сильные, растягивать, а мышцы передней поверхности голени укреплять. Сейчас мы покажем вам эти упражнения. Первое упражнение выполняется в положении стоя. Одна нога вперед, на пятку, носок на себя. Руками нужно опереться на согнутую ногу и сконцентрировать внимание на растягивании икроножной мышцы. В этом положении спина должна быть выпрямленной, живот подтянут, голова, продолжение туловища. Постарайтесь наклониться вниз настолько, чтобы почувствовать приятное растяжение в икроножной мышце. Второе упражнение для укрепления мышц передней поверхности голени выполняется в положении сидя. Обопритесь на руки, ноги поставьте на пятки, носки на себя. А теперь опускаем носки и поднимаем их снова. Повторяем это упражнение до ощущения напряжения мышц передней поверхности голени. Это упражнение можно также и делать, поочередно поднимая и опуская носки. Следующая пара – это мышцы передней и задней поверхности бедра. У большинства людей мышцы передней поверхности бедра, как правило, значительно сильнее мышц задней поверхности бедра. Поэтому более сильные мышцы мы снова должны растягивать, увеличивать их эластичность, а более слабые мышцы укреплять и выполнять для них силовые упражнения. Итак, следующее упражнение для растягивания мышц передней поверхности бедра выполняется в положении лежа на боку. Вы должны всю руку положить на пол и свободной рукой захватить стопу. Таким образом, чтобы постараться пятку притянуть к ягодицам. Бедро при этом обязательно должно быть параллельно полу и не выходить вперед. Постарайтесь сконцентрировать внимание на растягивании мышц передней поверхности бедра. Не старайтесь добиться очень большой степени растягивания. Вполне достаточно слабых, очень незначительных таких приятных ощущений растягивания мышцы. Если вы не чувствуете растягивания, то можно совсем чуть-чуть слегка отвести колено назад. В этом случае степень растягивания усилится. Другое упражнение, которое предназначено для укрепления мышц задней поверхности бедра, выполняется в положении на коленях. Для того, чтобы избежать прогиба в области поясницы, обопритесь на согнутые руки. Живот должен быть втянутым, голова является продолжением туловища. Поднимите одну ногу назад, так, чтобы она была параллельно полу. Носок смотрит точно вниз. Теперь при неподвижном колене сгибайте ногу и выпрямляйте ее. Движение делается очень медленно и плавно, без рывков. В этом случае вы сами почувствуете, как напрягаются мышцы задней поверхности бедра. И делайте это упражнение столько раз, чтобы вы почувствовали утомление в этой группе мышц. Можно делать чуть-чуть быстрее, но ни в коем случае не махом или рывком. Самое главное правило – колено остается неподвижным. И, конечно же, то же самое нужно проделать с другой ноги. Еще одна пара мышц, участвующая во многих движениях – это отводящие и приводящие мышцы бедра. Как правило, приводящие мышцы, располагающиеся на внутренней поверхности бедра, бывают значительно сильнее отводящих мышц, располагающихся сбоку. Для того, чтобы устранить непропорциональность в развитии этих мышц, мы также должны делать упражнения для увеличения эластичности мышц внутренней поверхности бедра и силовые упражнения для боковой поверхности бедра. Итак, следующее упражнение для растягивания мышц внутренней поверхности бедра. В исходном положении сложите стопы вместе, колени отведите в стороны и постарайтесь руками слегка надавить на них очень мягко и плавно, так, чтобы колени стремились приблизиться к полу. Спина при этом сохраняется прямой, дыхание естественное, не задерживайте дыхание. И сосредоточьтесь при этом на растягивании мышц внутренней поверхности бедра. Упражнение очень простое. Главное, не стараться форсировать амплитуду движений. Следующее упражнение для укрепления мышц боковой поверхности бедра или отводящих мышц выполняется в положении лежа на боку. Одну ногу согните перед собой под прямым углом. В этом случае у вас не будет прогиба в области позвоночника. Обязательно положите всю руку на пол. Другую ногу поднимите в сторону, слегка пяткой вверх. Следите за правильным положением таза. Он не должен ни отклоняться назад, ни вперед. А теперь медленно и с усилием поднимайте и опускайте ногу. Движения достаточно выполнять на 45 градусов. Выше нет никакой необходимости поднимать ногу. В этом случае ваши мышцы получают силовую нагрузку, становятся более сильными. Делайте это упражнение до ощущения выраженного утомления мышц боковой поверхности бедра. И, конечно, то же самое не забудьте проделать с другой ноги. Одна из наиболее частых причин боли в области поясницы – это неравномерное развитие мышц живота и спины. Как правило, мышцы спины бывают значительно более жесткими и сильными, чем мышцы живота, которые не получают достаточной нагрузки, слабеют, растягиваются под воздействием чрезмерного количества пищи. В результате наступает своеобразный перекос в осанке. Таз как бы слегка наклоняется вперед. Получается так называемый прогиб в области поясницы и, как следствие, боли. Для того, чтобы избавиться от этих недостатков, нужно выполнять упражнения для увеличения эластичности мышц спины и силовые упражнения для укрепления мышц живота. Итак, следующее упражнение для увеличения эластичности мышц спины. Оно выполняется в положении сидя, ноги скрестно перед собой, руки положите на голени и как бы захватите ими голени. А теперь опустите подбородок на себя, округлите спину как можно больше, стараясь потянуться назад поясницей и лопатками. Живот также втяните в себя. Представьте себе, что у вас сзади кто-то тянет за лопатки и за поясницу. А руками создавайте противодействие этому движению. Вы должны почувствовать, как растягиваются мышцы спины. Ни в коем случае не задерживайте дыхание, дышите равномерно. Следующее упражнение для укрепления мышц живота выполняется в положении лежа на спине. Согнутые ноги на ширине плеч, руки вытянуты перед собой по направлению к коленям. Слегка приподнимите голову и плечи и подтянитесь руками вперед к коленям. И опуститесь затем. Повторяем это упражнение еще раз. Постарайтесь подбородок не брать на себя и опуститься. Делайте это упражнение за счет мышц брюшного пресса, а не шеи. Поясница обязательно прижата к полу. Делаем это упражнение медленно и равномерно, без рывков. Таким образом вы должны проделать это упражнение до ощущения утомления в мышцах живота. И еще два упражнения для мышц живота. В предыдущем упражнении у нас в основном включался в работу верхний отдел брюшного пресса. А теперь в положении сидя мы выполним упражнение для нижнего отдела брюшного пресса. Это упражнение выполняется с опорой на согнутые руки, ноги впереди. Теперь мы приподнимаем колени вверх и опускаем ноги на носки. То упражнение можно делать чуть быстрее, но ни в коем случае не в быстром темпе. В этом случае вы должны почувствовать, как включаются в работу мышцы нижнего отдела брюшного пресса. И следующее упражнение для косых мышц живота, также очень важное для укрепления этого отдела. Одну ногу положите на другую коленом в сторону, руки за голову. Теперь тянемся локтем к противоположному колену. Другой локоть при этом остается на полу, ни в коем случае не отрывается от пола. Делаем сначала упражнение в одну сторону, то есть все время поднимаем одну руку до ощущения утомления мышц. А затем меняем положение и делаем все в другую сторону. Внимательно прислушивайтесь к своим ощущениям. Если какие-то упражнения вызывают у вас явный дискомфорт, неудобны для вас или даже связаны с болевыми ощущениями, то от таких упражнений лучше всего отказаться. Не делайте их, а подберите наиболее удобные для вас варианты упражнений. Желаем вам здоровья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!